Суть этого проекта указа заключается в том, что необходимо решать проблему, которая возникла в учреждениях бюджетной сферы. Наша социальная инфраструктура создавалась с учетом того, что помимо оказания бюджетных услуг, объекты социальной инфраструктуры будут оказывать и услуги населению за плату. И в бюджетных сметах на содержание этих объектов используются и внебюджетные доходы. Особенно это касается учреждений спорта и культуры. Также касается учреждений здравоохранения. В связи с сокращением посещаемости эти источники формирования доходов существенно снизились. Особенно это происходит в последние два месяца. Поэтому для того, чтобы сохранить коллективы, поддержать людей, которые заняты на оказании платных услуг, необходимо принимать меры, в том числе и направленные на формирование источников для оплаты этих расходов. То есть речь идет о том, что необходимо сохранять работу, искать новые пути для зарабатывания денег, привлекать население, восстанавливать внебюджетные доходы. Только в том случае, если эта деятельность по каким-то основаниям обоснованным окажется невыполненной по объективным причинам, только тогда в поддержку будет вступать бюджет. Вот, собственно, такая формула, она и будет реализована. Распорядители бюджетных средств на республиканском уровне, на местном уровне, местные исполнительные органы власти, им будет предоставлено право вносить изменения в бюджетные сметы и брать на себя часть расходов, которые должны были оплачиваться за счет внебюджетных доходов. Но это возможно только в том случае, если этих внебюджетных доходов нет по объективным обстоятельствам. Если предприятие приняло все усилия на то, чтобы восстановить источник внебюджетных доходов, привлечь население, я думаю, что мера этого указа, она временная, и постепенно люди будут возвращаться к нормальной жизни, будут посещать и учреждения спорта, и культурные мероприятия, и в конечном итоге восстановятся внебюджетные доходы. Мы считаем, что большая часть организаций, организаций местного уровня, для них не потребуется выделение дополнительных средств из бюджета. Произойдет перераспределение. Где-то сэкономятся какие-то другие расходы по другим направлениям, и высвободятся ресурсы для того, чтобы, опять же, поддержать только тех людей, которые нуждаются в этой поддержке. Для тех организаций, особенно республиканского уровня, где доля внебюджетных доходов высока, будет такая же возможность изыскать эти ресурсы внутри бюджетной сметы, перераспределяя. Министерство финансов этот процесс будет жестко контролировать. Опять же, сами бюджетные ограничения и подход к выделению этих дополнительных ресурсов должен сопровождаться действиями самой организации по сокращению этой потребности. То есть принятие всех мер для восстановления внебюджетных доходов. Общая оценка говорит о том, что больших ресурсов бюджетных, дополнительных для этих целей не потребуется. Это будут точечные решения в отношении совершенно конкретных организаций.